Подвиг Гули Королевой под Сталинградом, вот о чем надо знать нынешней молодежи. Казалось, эта девочка рождена для яркой, счастливой жизни, полной творческих успехов, славы, поклонников. Впрочем, жизнь ее действительно была яркой, она оказалась даже ярче, чем предполагалось изначально. И творческие успехи в ней были. К сожалению, жизнь оказалась слишком короткой, всего 20 лет. И слава оказалась, посмертной. 24 ноября исполнилось 75 лет со дня гибели Марии Анеллы Владимировны Королевой, более известной как Гуля Королева. А родилась девочка в Москве 22 сентября 1922 года. Ее отцом был режиссер Владимир Данилович Королев. Уже в 4 года снялась в фильме «Каштанка». Родители видели ее актрисой. Знакомые, которые бывали в семье, умиляя живым, непоседливым характером девочки и ее миловидной внешностью, говорили, «Это не Королева, это Королева Бала». А порой, когда ребенок слишком уж шалил, ее в шутку называли не Мария Анеллой, а Сатанеллой. Однако странное, экзотичное имя Мария Анеллы не прижилось в семье. Ей дали домашнее прозвище – Гуля. Тогда еще никто не знал, что именно под этим именем она шагнет в бессмертие. Ее радостное детство омрачил развод родителей в 1932 году. Она вместе с матерью переехала в Киев. Скучала по отцу, постоянно с ним переписывалась. Помимо «Каштанки» – 1926 граммов, Гуля снялась еще в пяти фильмах. Один из них – это «Бабы Рязанские» – 1927 граммов. Но особо трудно далась ей роль крестьянской дочери Василинки в фильме «Дочь партизана» – 1935 граммов, посвященной борьбе крестьян с кулаками. Ради этой роли юной актрисе пришлось много тренироваться, в том числе – ездить верхом. Но зато девочка была щедро вознаграждена за труды, ей дали путевку в Артек. В 1936 году Гуля снимается еще в двух фильмах «Минус солнечный маскарад» и «Я люблю». Но она, несмотря на желания родителей и успехи, не желала быть профессиональной актрисой. В 1940 году она поступила в Киевский гидромиллиоративный институт. Вскоре девушка вышла замуж. Здесь существует разногласие по поводу того, кто был ее супругом. В книге «Четвертая высота» Елены Ильиной утверждается, что его звали Сергеем. Однако большинство исследователей склоняется к тому, что Гуля была замужем за Алексеем Пятаковым, племянником опального наркома Георгия Пятакова, расстрелянного в 1937 году. Если данный факт соответствует истине, то это еще один штрих к судьбе и характеру героини. Сначала она не побоялась выйти замуж за родственника врага народа, а потом, когда в начале войны его отправили в ссылку, не затаила личная обида на родину, как многие, а пошла ее защищать. Как бы там ни было, вопрос о том, кто был ее мужем, не самый главный. Главное, это то, что ей предстояло совершить в дальнейшем. Трудно сказать, как сложилась бы судьба талантливой девушки. Возможно, она все-таки захотела бы служить искусству и стала бы одной из тех великих советских актрис, которых так любят, до сих пор, наш народ. Но наступил 1941 год, принесший войну. Гуля вместе с матерью и отчимом эвакуировалась в Уфу. Там у нее родился сын Саша. Ему дали милые семейные прозвища Минус Ёжик. Но растить ребенка ей не довелось. Гуля рвалась на фронт. И ради страны, и ради своего маленького сынишки, разлука с которым была невероятно тяжела. Ее отговаривали родные и друзья. Затем ее не хотели посылать на передовую. Но она добивалась именно того, чтобы оказаться в самом пекле, там, где наиболее тяжело и опасно. Королева добилась того, что ее назначили в медико-санитарный батальон 780 стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 24-й армии. Весной 1942 года она направилась под Сталинград. О том, каково ей было на фронте, она писала отцу, несколько буднично, как об обычной работе. Бились мы за одну высоту. День бились, несколько раз занимали и несколько раз отходили. Крепко там немец засел. Пошла я вытаскивать раненого, близко около немцев лежал. Заметили немца, решили живое взять. Я ползу и они ползут, а сзади меня огневую пулеметную завесу дали, чтоб на помощь мне не пришли. Назад ползти поздно. Впереди раненые немцы берут в кольцо. Взяла в руки гранату, решила, что подпущу и гранатами закидаю, хоть побольше их перебью. Тогда я убила двух фрицев. В другом письме она с болью рассказывала, как перевязывала раненого 6-месячного ребенка, у которого убили маму. Я его перевязываю, а он на меня такими большими страдальческими глазами смотрит и не плачет, а только тяжело-тяжело вздыхает. Я его перевязываю, а у самой слезы градом льются. Наверняка в эти минуты она думала о своем сыне, которого пришлось оставить из-за войны. Наступил день ее подвига, 23 ноября 1942 года. Шел яростный бой за высоту 56,8 около хутора Паншина. В этом бою Гуля спасла 50 раненых, вынес и их с поля боя. А когда погиб командир, то поднялась во весь рост и повела за собой в атаку. Хотя к тому времени уже была сама ранена. Израненная, санинструктор 214-й стрелковой дивизии Гуля Королева сражалась героически. Ворвавшись фашистский окоп, уничтожила с помощью гранат. 15 гитлеровцев. Вместе с горсткой бойцов держалась до тех пор, пока не подошло подкрепление. К сожалению, на следующий день, 24 ноября, она скончалась от ран. Ее подвиг увековечен не только в книгах, самой известной из которых является высшеупомянутая четвертая высота, но и в фильмах. К сожалению, сейчас из-за проблем с авторскими правами фильмы посмотреть сложно. А книга, на которой воспитывалось целое поколение советских детей, минус из-за той же проблемы не издавалось много лет. В честь Гулина званы улицы в Волгограде, Сталинграде, Междуреченске, Днепропетровске. Была улица ее имени в Киеве, но, к сожалению, не сохранилась. Причем, это случилось задолго до перестройки Майданов, просто улица была небольшой и исчезла при строительстве одного из больших магазинов. Кроме того, имя героини увековечено в названии поселка в советском районе Волгограда, а также, детского лагеря в Волгоградской области. На территории Артека есть памятник под названием «Они были артековцами», где высечена ее фамилия. 9 января 1943 года Гуля Королева была посмертно награждена Орденом Красного Знамени. Как бы ни пытались сейчас исказить подвиг героев Сталинграда, даже давя на жалость к врагам, этого сделать не удастся. А молодежи нужно рассказывать не про каких-нибудь ганцев или фрицев, а про героев, которые защищали свою родину от захватчиков. Субтитры создавал DimaTorzok